Друзья, всем большой привет! Меня зовут Дина. Сегодня вас ждет классное и вдохновляющее видео по декору своими руками. А именно я покажу, как из обычной вазы сделать классный декоративный элемент тремя разными техниками. Давайте начнем! Первым проектом у меня будет ваза для цветов с интересным индивидуальным декором. Для этого мне понадобится сама стеклянная ваза. Приобрела такую в магазине Leroy Merlin стоимостью 190 рублей. Также потребуется моделирующая самозатвердевающая паста. Такую можно найти в магазине для творчества. Я выбрала для себя белую мягкую пасту, для того, чтобы мне было с ней легче работать и создавать нужные формы. Я хочу повторить интересный дизайн вазы в виде лица, который увидела в интернете. Для этого я скатаю 4 колбаски разной длины. Я скатала 4 отрезка пасты и теперь приступаем к самому интересному. Будем создавать из них лицо. Для того, чтобы сгладить небольшие трещинки на моих жгутиках, я смочу пальцы водой. Берем самый длинный отрезок и переносим его на вазу. Будем формировать бровь, плавно переходящую в нос. Небольшим нажатием притавливаем пасту к вазе, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Сформировав бровь, переходим к носу. Самое классное, что в этом дизайне при помощи таких жгутиков вы сможете создавать абсолютно любую интересную форму лица, выражающую различные эмоции. Будь то радость, удивление или спокойствие. В этом и заключается ваш индивидуальный стиль. У меня осталась лишняя длина, поэтому я просто отрываю все ненужное, смачиваю край водой и сглаживаю его. Легкими движениями придавливаю пасту для того, чтобы зафиксировать все на вазе. Также я пройдусь по всей длине, прогладив все трещинки и неровности. Теперь сделаем глаз. Сформируем что-то вроде петли, концы которой смотрят в разные стороны. Перенесем получившийся глазик на нашу вазу и зафиксируем его также небольшим нажатием. После чего я также разглаживаю все трещинки и неровности, для того, чтобы получилась идеально ровная поверхность, насколько это возможно. Добавим лицу губы. Перенесу длинный жгутик на вазу и буду формировать сгибы прямо на ней. Прохожусь пальцами по всей длине, формируя нужные мне линии. То же самое сделаем и для нижней губы. Лицо готово. При помощи влажной салфетки очищу вазу от следов пальцев и разводов. Завершающим этапом будет окрашивание. Окрашивать вазу буду на улице с помощью баллончика белой краски. Распыляю краску по всей поверхности вазы на расстоянии 10 сантиметров, чтобы не было разводов и подтеков. Ну раз у нас есть ваза, значит к ней нужны цветы, потому что не дело стоять в вазе пустой. И поэтому я приобрела для своей белой вазы классный букет алых роз. И для того, чтобы эти цветы стояли у меня дольше, я приобрела к ним дополнительное средство. Это питательная подкорбка для продления жизни срезанных цветов и букетов вверх салон. Мне понравился ее безопасный состав. Это полисахариды, моносахариды, пищевые кислоты и витаминно-минеральный комплекс. А главное, что в ней отсутствуют ядовитые пестициды. Помимо продления жизни букету, подкорбка зезодорирует воду и борется с запахом. Она поддается на озон в трех вариантах. Одна большая упаковка на 35 литров воды, 12 упаковок по 20 грамм и 6 упаковок по 20 грамм. Одной такой маленькой упаковки хватит на 1 литр воды. Если у вас дома часто стоят свежие цветы, то большой объем будет гораздо выгоднее. Наполним нашу новую вазу водой комнатной температуры. Удалим всю листву, которая будет находиться ниже уровня воды и подрежем стебли цветов под углом в 45 градусов. Добавлю одну упаковку средства в воду и хорошо перемешаю. Вместим цветы в вазу и наслаждаемся красотой. На упаковке написано, что средства сохраняют свежие цветов до 20 дней. Я решила проверить, действительно ли это так. В качестве эксперимента я возьму точно такие же розы и поставлю их в обычную воду. Проверим их в экстремальных условиях. В течение всего эксперимента я не буду их трогать, менять воду и подрезать стебли. Посмотрим, насколько их хватит. В первые 4 дня между букетами не было особых различий. Но хочу отметить, что благодаря средству бутонные розы в первом букете раскрылись полностью и наполнились влагой. На пятый день стала видна разница. Букет со средством стоял, как и прежде, розы упругие и полностью раскрывшиеся. А розы во втором букете начали опускать бутоны вниз, стали темнеть и вянуть, так и не раскрывшись до конца. На шестой день бутоны опустили уже три розы из пяти. На седьмой день, также без изменений, плюс две оставшиеся розы начали темнеть. Также обратите внимание на воду. Обычная вода помутнела, а вода со средством стоит чистая и без запаха. На восьмой день второй букет полностью завел, а розы в первом букете также стоят упругие. Как говорится, результат налицо. Эксперимент можно было продлить, если ежедневно менять воду и подрезать стебли. Но мне хотелось убедиться в действии средств Версалона в максимально короткий срок. Уверена, что если менять воду со средством хотя бы раз в три дня, цветы действительно предстоят до 20 дней. Проверено на себе. Для меня, как для любительницы живых цветов в доме, это спасительное средство. Приобрести концентрат можно на озон. Оставлю ссылку под этим видео. Добавляйте подкормку к своим цветам и наслаждайтесь любимыми букетами как можно дольше. Для второй вазы мне потребуется заготовка для вазы, клеевой пистолет и баллончик краски. Заготовки для вазы можно найти в магазине Леонардо. Работа достаточно простая. При помощи клеевого пистолета я буду наносить на вазу полоски различной длины, чтобы получить необычный рельеф. Такой техникой можно наносить абсолютно любые узоры. Горизонтальные линии, волны, круги или, например, маленькие точки. Я нанесла узоры по всей поверхности вазы, осталось ее покрасить. Окрашиваю вазу на улице, чтобы дома не было неприятного запаха. После чего занесу ее домой и оставлю на некоторое время, пока краска не засохнет. Краска засохла и ваза полностью готова. Наполню ее водой, добавлю средств для цветов из маленькой упаковки, чтобы продлить жизнь моему небольшому букетику. И поставлю туда хризонтему. Какая миниатюрная ваза будет украшением моего рабочего стола. Третью вазу я хочу переделать из стеклянной под глиняную. Для этого воспользуюсь интересной техникой окрашивания. Мне потребуется сама ваза, краска на водной основе и пищевая сода. Подготовим вазу. Уберем с нее все наклейки, промоем и насухо ее вытрем. Для окрашивания я взяла краску для стен на водной основе, а точнее ее пробник, который продает в Леруа Мерлен. Эта краска понравилась мне тем, что она быстро сохнет и практически не пахнет при работе с ней. Пробник стоит бюджетно около 70 рублей. Также для окрашивания можно приобрести акриловую краску в тюбиках, но стоить она будет в разы дороже. Приступим. Перейдем краску в емкость и добавим в нее пищевую соду. Хорошо перемешаем составы. Соду мы добавляем для того, чтобы придать краске текстуры. Чем больше соды вы добавите, тем более текстурный рельеф получите. Теперь с помощью кисточки наносим первый слой краски. После того, как мы окрасили вазу, дадим ей засохнуть. Чтобы это было быстрее, можно пройти с феном. Посмотреть, какая интересная текстура с помощью соды у нас получилась. Также наносим второй и третий слой. Трех слоев будет достаточно. Подождем, пока просохнет последний слой краски. Финальным этапом покроем вазу матовым лаком. Новая ваза готова. Поставлю ее веточки эвкалиптом для красоты и приятного аромата в доме. Так просто. Из обычной стеклянной вазы она превратилась в уютную глиняную, в натуральном стиле. Если не знать, как она была сделана, можно подумать, что ее слепили своими руками. Теперь вы знаете три способа, как сделать из простой вазы красивый элемент декора. Выберите для себя наиболее интересный способ или используйте все три. Если вам нравятся мои ролики, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какая из вас вам больше понравилась и какую технику вы хотите испробовать у себя дома. Увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok